Вчера в половине второго часа теплой воскресной ночи на перекрестке бакинских рабочих и уральских комиссаров А, наоборот, бакинских комиссаров и уральских рабочих приключилось необычное, но от этого не менее забавное пьяное ДТП В тыл желтой Волги влетел снегоход Буран Гордость отечественного снегохода строения Произошла авария не в заснеженных полях и не в лесах, а именно на асфальтированной дороге Тот, кто в минувшие выходные катался или на снегохатах, или на горных лыжах, почувствовал, что снега в этом году маловато Особенно это ощущается в полях и на горах А тут, представьте себе, снегоход едет по дороге, где снега практически вообще нет Ясно, что снегокатчик был пьян в сисю А Волга? А что Волга? На Волге ехали не бурлаки, а обычная семья Папа, мама, два сына Люди только что отдохнули в бане, возвращались домой Уикенд в разгаре, вдруг Мать оборачивается назад и видит, о ужас Взади, покачиваясь по синусоиде, скребется снегоход Женщину стали обуревать недобрые предчувствия Мама стала говорить, мол, сейчас врежется, врежется у нас Ну и немножко притормозили, но, чтобы если воспознательно пролетел мимо А он, его, да Нужно заметить, что у Бурана не было шансов увернуться от Волги никаких Дело в том, что русский снегоход и на глубоком-то снегу поворачивает крайне неохотно А на голом асфальте он вообще становится неуправляемым И, конечно, Буран вошел в Волги прямо под бампер Машина пострадала не сильно, а вот Бурану, вклинившемуся под автомобиль, выбила фару, раскорябала весь перед и сорвала крышку бензобака Эта крышка так и осталась под Волгиным бампером Разумеется, пьяный снегокатчик поначалу стал барагозить Он дальше, давай, полез заводить его И пытался, ну, там, как все, там, пьянные Потребнулся, из машины выехал, давай его заводить Ну, я без зажигания крыш достал у него Он здесь тиховал, тиховал, куда-то ушел Почему ушел пилот Бурана, трудно сказать Наверное, по той же причине, по какой и въехал клювом под Волгу Был пьян и было все пофиг Хорошо, что люди в Волге попались приличные и на этом Буране не уехали в отвоясь Ну, еще повезло Бурановоду в том, что перед ним в качестве тормозящего препятствия оказалась Волга А не скажем, Мерседес Гелендваген с боевиками внутри